Всем привет, ребята! Меня зовут Маша Коныш, и я очень рада, что вы нажали на это видео. Сегодня я снимаю такое уютное домашнее видео, в котором я буду общаться с вами, буду отвечать на ваши вопросы, и мы будем вместе с вами краситься, я покажу вам свой макияж. Так что да, мне уже не терпится начать, потому что я не хочу долго сидеть без макияжа в камере, потому что, не знаю, это просто очень непривычно появляться на камеру без макияжа. Я, честно, пыталась красиво уложить волосы перед тем, как снимать это видео, но просто я не знаю, что это такое. Скажите мне, что это такое? Окей, so, let's go! Почему я говорю на английском? И прежде чем я буду отвечать на ваши вопросы и делать свой макияж, я бы хотела сказать вам всем огромное спасибо за то, что задавали мне вопросы, потому что нереально все были очень интересны, и если ваш вопрос не попал в это видео, то извиняюсь, потому что вопросов реально было много, и я старалась отвечать на все. Итак, давайте начнём. Прежде чем делать макияж, я обычно всегда готовлю свою кожу к макияжу. Может мне вообще стоит сделать хвост? Так что да, о чём я там говорила. Прежде чем делать макияж, я обычно всегда готовлю свою кожу к этому. Наношу просто обычный увлажняющий крем на лицо. Мне некуда поставить зеркало, у меня тут всё вышается. Берём крем. Я обычно делаю макияж вообще в ванной, но в ванной я снимать не буду. Короче, получилось как-то так. Я не удивлена. Не спрашивайте, что это было. Я чуть ли не разбила своё зеркало. Прекрасно. Я немного передвинула кадр, потому что мне не нравилось, как всё стояло. Итак, первый вопрос. Кем ты видишь себя через 10 лет? Очень интересный вопрос. Его мне задала моя мама. Просто этот вопрос настолько интересный, что я не могла его пропустить, поэтому да. Представьте себе девушку, которая любит себя в меру, которая занимается любимым делом и которая успешна в этом, которая себе ни в чём не отказывает, любит себя, занимается спортом, имеет здоровое тело, красивую фигуру. Это, конечно, мечты. Но, знаете, на самом деле нужно стремиться к своим мечтам, поэтому да, я вижу себя именно так через 10 лет. И я очень надеюсь на то, что я не сдамся, как и многие те, кто смотрят это видео. Я надеюсь, что у нас с вами всё получится, и я в этом даже уверена. Так что главное не сдаваться, и если вам кто-то говорит, что у вас что-то не получится, то просто забейте на их мнение. Вообще забейте на всех. И на всё. Делайте всё, что вам нравится, и никого не слушайте. Короче, себя я вижу через 10 лет такой классной тёткой, которая ни в чём не отказывает. Да, всё. Я всё сгадала. Как вы можете заметить, я нанесла тон, точнее я перекрыла свои недостатки, потому что у меня синяки под глазами, из-за того, что я нифига не сплю. Спасибо учёбе. Следующий вопрос. В чём будет заключаться твоя будущая профессия? Итак, а пока что мы с вами переходим к следующему этапу моего макияжа. Это брови. Обычно я их не крашу, я просто их укладываю гелем для бровей. У меня гель для бровей от Luxe Visage. Это очень классный бюджетный бренд. Я его на самом деле просто обожаю, и очень надеюсь на то, что мы будем в будущем сотрудничать. Так что, Luxe Visage, если вы смотрите это видео, свяжитесь со мной. Итак, в чём будет заключаться моя будущая профессия? Вообще, для тех, кто не знает, я учусь в техникуме. Я ушла после девятого класса, и учусь я на профессию логиста. Логист — это специалист, которому нужно найти краткий путь, чтобы доставить товар как можно быстрее и дешевле. То есть, например, возьмём тот же AliExpress. Но на самом деле я могу вам сказать, что эта профессия немного не моё. Учусь я, кстати, уже второй курс, то есть я сейчас на втором курсе. У меня остался ещё один год, и я наконец-таки отучусь. Я очень рада. Но я всё-таки очень рада, что я ушла после девятого класса, именно не после одиннадцатого, потому что ЕГЭ — это просто трэш. Если вы сдаёте ЕГЭ, то удачи, я буду держать за вас кулачки, потому что это реально очень страшно. Но не буду вас пугать, у вас всё получится. Итак, я уложила брови. Как бы они у меня не выделяются, но получилось как-то так. Я, кстати, брови вообще не крашу, потому что, не знаю почему, это вы. Кстати, сегодня я хочу нанести с вами тени. Обычно в повседневном макияже я не использую тени. Так что сегодня я хочу в этом видео нанести с вами тени, сделать такой классный макияж глаз. Поэтому приступаем с вами именно к глазам. Итак, сегодня у меня будет вот такая вот палетка теней. Я не знаю, как правильно называется этот бренд, но эти тени мне подарила моя тётя. Она мне их привезла из Америки, так что я ей очень благодарна, потому что это очень классная палетка теней. На камере почему-то они, кстати, по-другому смотрятся, но на самом деле они такие более естественные. И возьму я сейчас вот такой вот оттенок теней. Следующий вопрос. РПП было или нет? Если да, то как оно протекало? Нет, у меня не было РПП. На самом деле это реально очень страшно. Я бы не пожелала никому такого, потому что это ужасный стресс для организма, да и в принципе для человека. И если вы страдаете чем-то подобным, то обязательно обратитесь к специалистам. Главное, любите себя такими, какие вы есть. Что ж, я нанесла тени белые обычные, поэтому сейчас мы с вами нанесем вот такой вот красный оттенок. Этот оттенок я использую чаще всего в этой палетке. Переходим к следующему вопросу. Куда планируешь переезжать после окончания колледжа? Я не могу, я смотрю на себя, мне кажется, у меня косоглазие. Ребят, мне страшно, если у меня косоглазие, я не знаю, что мне делать. Так, вообще после колледжа я планировала долгое время приехать в Питер. Это прям не город, а мечта для меня. Я просто... Я была там три раза, и я поняла, что вот, туда мне надо, потому что там прям такая классная энергетика, там прям такой вайп Парижа. Я даже не знаю, как это объяснить. Там просто очень нереально, просто очень здорово. И я просто обожаю Санкт-Петербург. Я очень хочу туда этим летом съездить, но, конечно, не знаю, насколько это будет возможно в связи с этими, со всеми ситуациями интересными в мире и в стране. Так что я даже не знаю, но я бы очень хотела. Итак, я нанесла этот оттенок на веки. Кстати говоря, так я красила еще красными тенями глаза. И когда я приходила в технику, моя кураторша говорила мне, что у меня глаза как будто бы больные. Обожаю вот эти вот всякие интересные подколы от взрослых. О том, какой у тебя не такой стиль одежды, что ты носишь. Кстати, мне еще один раз сказали, что у меня шопер, это бомжовская сумка. Еще когда я пришла в футболки и поверх надела топ, мне сказали, что это рванина. Но мне все равно, я хожу как я хочу, потому что никого не должно волновать то, как вы одеты и как вы ходите. Потому что самое главное, это то, как вы себя в этом чувствуете и нравится ли вам это или нет. Так что никого не слушайте и забейте на мнение других людей, особенно таких людей, которые сами ходят непонятно в чем и непонятно как выглядят. Вот как-то так получилось. Но это еще не все. И переходим с вами к другой палетке. У меня есть вот такая вот палетка. Это вообще-то мамины тени, но она их обычно использует редко. Это тени от Max Factor. Они покупались очень давно, насколько я помню. И здесь раньше, вот здесь, были такие очень классные светлые тени. Они прям такие классные, пигментированные. То есть они прям белые. И они очень мне нравились. К сожалению, они закончились, потому что маме они тоже нравились. Не знаю, видно вам или нет, но сегодня буду использовать вот этот оттенок. Кстати говоря, что-то я забыла про вопросы. Следующий вопрос. Расскажи о своих целях. Если они у тебя есть, то как ты определила, что это именно то, к чему тебе следует идти? Конечно, как и у многих людей, у меня тоже есть свои цели, то, к чему я стремлюсь. Кстати, мы набираем тени. И сейчас мне нужно быть очень осторожной, чтобы не накосячить, потому что на камеру обычно я всё делаю хуже, чем в реальной жизни. Да, у меня есть свои цели, как и у многих людей. Я считаю, что цели себе нужно ставить. Это такой некий стимул жизни. И да, у меня есть цели. И они касаются, в первую очередь, моей сферы деятельности, моего канала, блогинга. Также ещё я очень хочу себя пробовать в других сферах. И это тоже является такой некой целью для меня, неким челленджем. Как я определилась, что это именно то, к чему мне нужно идти? Просто всё начинается с мечты, когда ты действительно чего-то хочешь. Я не могу открыть тени. Берём следующие тени. О боже, у меня разряжается фотоаппарат. Всё, быстро ускоряемся. Нет, я сейчас возьму вот эти тени. Они какие-то голубые на камере, но на самом деле они белые. Просто всё начинается с мечты, когда ты понимаешь, что, о, вот это мне надо. Ты начинаешь действовать как-то в сторону своей мечты и придумывать какие-то способы решения. Ребят, это капец, мне что-то попало в глаз. Ну и на самом деле, когда у тебя появляется какая-то цель, ты как-то не задаёшься вопросом, что стоит ли к этому идти. То есть, чтобы воплотить в мечту, нужно сделать какое-то действие, пойти на какой-то риск, возможно, чем-то пожертвовать даже, чтобы этого достичь. И тогда это уже получится не мечта, а что-то, что у вас уже есть, то есть реальность. То есть вы воплотите свои мечты, поэтому вы ставите себе цели и добиваетесь их. Что ж, так как мы нанесли с вами тени, теперь мы можем приступать к туши. Это мой любимый этап, просто обожаю красить ресницы. Кстати говоря, вот вам такой лайфхак чисто от меня, я не знаю, я вы где-то увидела, услышала, теперь я пользуюсь этим просто всегда. Прежде чем наносить тушь на ваши ресницы, намочите их, например, ватной палочкой или ватным диском, так, когда вы будете красить свои ресницы тушью, лишний продукт будет оставаться на кисточке, и на ваших ресницах будет меньше комочков. Так что я обычно просто мочу ватную палочку и вот так вот провожу по ресницам. Тушь у меня, кстати, от Luxe Visage. Если она у меня чуть-чуть засыхает, то я беру вот такой вот тушь от Giorgio Armani. Итак, ребята, я накрасила ресницы за кадром, прошу прощения, потому что мне было неудобно красить это всё на камеру. Так что сейчас мы сделаем с вами второй глаз, и я уже постараюсь его накрасить на камеру, чтобы вы видели, что и как я делаю, если кому интересно, как я крашу ресницы. Так что да, пожалуй, ничего говорить я не буду, то потому что я очень отвлекаюсь, и ресницы для меня являются прям основным этапом макияжа. Я чуть-чуть приближу, чтобы было понятно. Как-то так. Господи, у меня чуть ли не упало зеркало. И главная фишка моего макияжа ресниц это прокрашивать уголок. Сейчас мы его вместе с вами прокрасим. Ой, я забыла, кстати, прокрасить нижнюю ресничку. И последний этап моего макияжа на сегодня. Боже мой, у меня такой бардак. Пока у меня окончательно не выключилась камера. Последний этап моего макияжа это румяна. И я отвечаю на ваш последний вопрос. Сколько было парней? Ребят, мне правда очень интересно, что вы думаете на этот счёт. Мне правда очень интересно, как вы думаете, сколько у меня было отношений. Это на самом деле вопрос, который остаётся загадкой навсегда для всех. Потому что никто, даже я не знаю, сколько у меня было парней. Прямо сейчас напишите в комментариях, как вы думаете, сколько у меня было парней, сколько у меня было отношений. Прямо правда напишите сейчас в комментариях своё мнение. А сейчас я скажу вам ответ на этот вопрос. Итак, вы готовы? На самом деле у меня было ноль парней. Я не шучу. У меня были отношения на расстоянии в детстве. Типа, когда, знаете, мне было лет 13. Нет, у меня даже было двое отношений на расстоянии, вы представляете? И это всё было в 12-13 лет. Первые мои отношения были на расстоянии, и закончились они трагической изменой. А вторые отношения на расстоянии, они начались в настоящей, в реальной жизни. Но мы с ним состоим сейчас в хороших, дружеских отношениях. Мы познакомились с ним в Сочи, в аквапарке, когда мне было 13 лет. Итак, в принципе, всё. Нет, господи, я забыла самое главное. Вот она, вот эта малышка. Вот такая вот красная помада. Но я не буду её прям сильно красить. Я нанесу её точными движениями. Я просто обожаю в последнее время наносить помаду. Правда, если честно, мне не очень нравится всё равно, что у нас получилось сегодня. Потому что всё как-то очень неляшливо, неаккуратно. Нет, знаете что? Давайте с вами добавим вот эти вот прекрасные блёсточки. Это глиттер. Я всё-таки нанесла этот глиттер. Смотрите, как получилось прикольно. Как оно приливается. Как-то так. Я распущу свои волосы. Не зря же я всё-таки укладку делала, блин. Теперь непонятно, на кого я похожа. Я в восторге. Что ж. Я очень рада, что вы посмотрели это видео. Потому что я вложила свою отдушину в него. И я очень рада, что вы всё-таки зашли на мой канал. Я хочу извиниться за то, что я опять отсутствовала очень долго. И какая бы улыбка у меня сейчас не была на лице, но мне всё равно очень реально стыдно перед вами. Потому что у меня не было вдохновения очень долго. Я не хотела этого говорить в начале видео или вообще в видео. Но всё-таки совесть моя не позволяет мне об этом не сказать. Пишите свои комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Я вас всех очень сильно люблю. Всех крепко-крепко обнимаю. И всем пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok